Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами немножечко необычное видео. Я недавно была в гостях у замечательной Ксюши Give Me Grim. Кстати, Ксюша, передаю тебе огромнейший привет. И мы с ней, обсуждая будущие коллаборации, подумали, а почему бы нам не устроить обмен палетками. И сегодня я хотела бы показать вам палетки, которые мне дала Ксюша на обзор. И мы с вами даже одной из них накрасимся. Давайте, наверное, сразу покажу, что это за палетка, потому что вы меня очень давно просили ее потестировать. Когда я еще снимала огромное количество обзоров на Наташу Динону, пока это было возможно. И вот такую вот мини-палетку, мини-голд, мне ее всегда не хватало в коллекции. Мне Ксюша дала погонять, так скажем, попробовать оттенки. Помню, что когда я снимала обзор на мини-палетки, вы меня очень просили именно эту палетку попробовать. И в рамках Ксюшиной рубрики «Обзор старинок» мне она очень понравилась. Я постоянно смотрю просто эти видео у Ксюши на канале. Мне кажется, они очень ностальгичные, веселые. И всегда появляется какой-то дополнительный стимул, мотивация и повод для того, чтобы погрузиться во все свои старые палетки, найти какие-то изумруды, еще раз именно краситься и понять, что на самом деле иногда нам не нужно какое-то мега-пополнение в коллекции. Просто хочется поиграться с чем-то старым. И порой не хватает какого-то вдохновения. Поэтому вот такую вот палетку мне Ксюша предоставила. И также из того, что мне дала Ксюша, вот такая вот палетка от Анастасии Беверли-Хиллз Джеки Айны. Ее я просто уже миллион лет назад мечтала попробовать, но что-то все никак не решалась купить, потому что цвета у нее достаточно яркие. И я в обычной жизни на самом деле редко такими крашусь, но мне нравится в принципе формула Анастасии Беверли-Хиллз. У меня есть палетка «Модерный Ренессанс». Я от нее никогда не хочу избавляться, потому что это та палетка, которая у меня началась такая вот глобальная любовь к косметике. Она мне очень много какой-то ностальгии навевает. Поэтому, когда увидела у Ксюши в коллекции вот эту Джеки Айну, я такая просто, Ксюша, мне она нужна, пожалуйста, дай попробовать. Я думаю, что это мы с вами уже в следующих видео попробуем. Также из бренда Kat Von D у Ксюши были вот такие вот, так, тут немножко палец, пораненный боец после тренировки. Две палетки от Kat Von D. Во-первых, вот такая вот красивая палетка. Я даже не знаю, как они называются. Вот эта палетка, видимо, посвящена десятилетию бренда. Прикольная очень гамма с более теплыми оттенками и более холодной растяжкой снизу. Тоже мне очень понравилась гамма. И вообще Kat Von D формулу я, в принципе, никогда не пробовала. Поэтому будет очень-очень интересная. И палетка, на которую у Ксюши как раз недавно выходило видео, просто офигенское. По-моему, даже два видео, если я не путаю. Это вот такая вот палетка тоже. Я не понимаю, как она называется. Здесь даже никаких названий нет. И здесь вот такая вот интересная гамма. Синяя, зеленая. Какая-то очень-очень такая, не знаю, вампирская, готическая. Прикольные оттенки. И последняя более, наверное, такая нюдовая и подходящая под мою стилистику. Это Nabla Soul Blooming. Тоже, мне кажется, в свое время была очень популярной палетка. Здесь хорошая такая нюдовая растяжка оттенков. И также вкрапление холодных голубых, синих и розоватых цветов. Мне из-за того, что вот этот палец пораненый, мне немножко неудобно свочить оттенки. Но давайте все равно как-то хочется Наташу Динону попробовать. Потому что вот это палец... О, хо-хо-хо. Да, слушайте, какой классный оттенок. Так, еще есть вот такой вот сияющий зеленый матовый. Какая классная форма, слушайте. И вот такие вот первые два оттенка. Это нюдовый немножко охристый. И вот такой вот темно-зеленый. Чтобы видео не оказалось слишком скучным, неприкольно, мне кажется, как-то пробовать только лишь одну палетку. Я еще думаю добавить некоторые продукты, которыми мы еще с вами не пользовались. Во-первых, вот такие вот румяну от Alien в 0.3 оттенке. Кремовый скульптор от Lamelle. И тушь от Essence. Также в качестве базы под тональный. Я хочу использовать вот такой вот крем от Glossier. Мне дали пробничек. Также подгон от Ксюши. Это кремовый хайлайтер в такой вот бальзамной форме. Это Taua 28. Очень-очень тоже давно хотела на него свои глазенки и ручонки положить. И также просто огромнейший подгон. Это новинка от Vivienne Sabo. Гель, фиксирующий брови. И хочу его сравнить с Анастасией, которую, кстати, тоже я у Ксюши забрала. В общем, просто сегодня Ксюша спонсор этого видео. Поэтому обязательно, кстати, переходите на ее канал. Я оставлю ссылку ниже в описании. Подписывайтесь, смотрите. У нее очень уютные, классные видео, которые лично мне всегда поднимают настроение. Брови у меня сейчас чуть-чуть подкрашены. Я их, наверное, недели две назад красила, может быть, больше. Поэтому пигмент на волосках все еще остался. Поэтому они выглядят так чуть темнее моего естественного оттенка. Давайте, наверное, на правой брови попробуем новиночку от Vivienne Sabo. Многие говорят, что это некий дюб на Анастасию. Вот, заодно с вами и проверим. Хотя, конечно, сегодня, опять же, вряд ли очень долго смогу проносить макияж. Но, по крайней мере, я думаю, будет видно уже изначально по фиксации. Немножко нанесла продукта на крышечку. И теперь вырабатываю его в кисть. И наношу в обратную, как бы, сторону. Мы тут с Ксюшей очень долго беседовали о бровях. И поняли, что мы любим абсолютно разные противоположные эффекты на бровях, которые часто называются сверхсильной фиксацией. Но она немножко по-разному обеспечивается. Я больше люблю брови, прилизанные к голове. И когда вы даже через час трогаете брови, допустим, пальчиком, вы чувствуете, что они все равно такие немножко липковато-жирноватые. То есть сам состав, он, видимо, не полностью высыхает. Ксюша, в свою очередь, больше любит гели, которые дают именно корочку. И еще я обычно в конце притираю вот этот хвостик. И могу прям вот так вот приклеить еще больше их в голове. Вообще по текстуре, когда их набираешь, они просто идентичны. То есть это такое желе, достаточно мягкое. Похоже чем-то на джем или на варенье. При этом, когда начинаешь его втирать в щеточку, оно как будто чуть-чуть фиксируется, но на самом деле не сильно. То есть его вот эта жирность, она все равно остается достаточно подвижной. Поэтому я бы сказала так, что если брови у вас стильно жесткие, возможно, это недостаточный уровень фиксации, да, скажем так. Потому что у меня брови, видите, они такие, ну, очень-очень слабенькие. Так. Да, ну пока что, мне кажется, выглядит максимально одинаково. Даже и не поймешь разницу. Только при этом Vivienne Sabo, я думаю, намного дешевле стоит. Хотя здесь 5 грамм продукта, а у Анастасии 8 грамм. Ну, в принципе, я думаю, что Анастасия стоит прям намного дороже. И теперь возьму карандаш от Laura Mercier и начну постепенно закрашивать брови. Ну, посмотрим, посмотрим. На самом деле Анастасия у меня тоже держит не идеально. То есть, в принципе, у нее получается такая фиксация очень подвижная. Хотя брови у меня достаточно мягкие. С многими гелями даже не возникают проблем. Но, с другой стороны, мне этот эффект нравится, что получается такие прям очень липкие брови, как будто бы. Даже не знаю, как это еще объяснить. Вот такие вот брови Брежнева у меня получились. Теперь будем ждать и смотреть, как у меня все это продержится. Ну, вот сочетание с карандашом, мне кажется, по идее должно быть нормально. Ну, посмотрим. Всякое бывает. Тем более, я такой человек с подвижной мимикой. И в последнее время стараюсь просто даже вот этой зоной особо как-то, знаете, не радоваться. Лишний раз там брови не поднимать, еще что-то. Потому что уже встает вопрос как бы о морщинах. Но это немножко другой разговор. В общем, давайте переходить, наверное, к палетке от Наташи Деноны. И тут я хочу, конечно же, нанести какую-нибудь базу. Давно что-то не пользовалась своим фаворитом Urban Decay. Надо уже начинать пихоньку добивать. Хотя, мне кажется, у меня там еще прилично этой базы. Чему-то, как обычно, мне хочется использовать все оттенки. Поэтому в голову приходит какой-нибудь классический Hello Eye. Для этого возьму первую растушевочную кисть и вот такой вот... Блин, тихо. Возьму растушевочную кисть от Sony. И самый вот этот первый нюдово-охристый оттенок. И начну им закладывать форму макияжа. Такая хорошая классическая пигментация Наташи Деноны. Боже, как я соскучилась. Для меня, знаете, отдельное удовольствие первый раз пробовать именно Наташу Денону. Какие-то новые гаммы. Очень хотелось купить палетку Pastel. Я все еще думаю о том, чтобы, может быть, заняться тем, чтобы ее как-то достать где-то. Вот этот оттенок то ли на базу как-то сразу плотненько лег, то ли я много взяла. Но вот это вот оно мне немножко сложно растушевать. Я даже взяла более жесткую кисть. Почему-то вот немножко тут оно подзалипло. Ну и на внешний уголок нанесу вот этот вот матовый зеленый. Кстати, тени чуть-чуть пылят. Но, мне кажется, в мини-палетках это, в принципе, такая, ну, достаточно классическая ситуация. Почему-то мне кажется, что вот этот зеленый, он недостаточно темный, чтобы им как-то затемнить внешний уголок. Не знаю, может быть, предполагается, что вот этим оттенком можно еще поверх будет затемнить. Ну, давайте попробуем их, если что, наслоить, потому что, по идее, вот эта формула... О, кстати, я забыла посмотреть. Матовые у нас идут в формуле Cream Powder и еще Cream Powder. То есть более такая сухая формула. И второй оттенок это у нас формула P. Я даже не знаю, что это за формула P. Я знаю формулу Metallic и Duochrome. Что это за формула P? Чего-то я не помню такой. Нет, ну, в принципе, кстати, по оттенкам смешиваются неплохо. Давайте все-таки попробуем эту формулу P нанести на внешний уголок. Кто знает, что это за формула такая, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я реально ни в одной палетке не помню такого обозначения. То есть нанести его на внешний уголок как-то не очень равномерно пока что получается. Добавлю еще зеленого немножко вот здесь по складке поглубже. И зеленый также поставлю немножко во внутренний уголок, чтобы сделать Hello Eye, но такой, знаете, не очень какой-то мега активный. Немного смешаю вот здесь с основной тушевкой и добавлю бежеватого оттенка. Ну и теперь, конечно же, хочу добавить вот этот вот Duochrome по двум сторонам подвижного века. Сначала на внутреннюю сторону. Причем хочу это сделать специальной кистью, потому что, по идее, у Наташи кистью хорошо сияшки наносятся. Хотя все-таки вот здесь есть такие крошечки отдельные. Вот этот красивый, кстати, оттенок, такой очень необычный, болотный. И теперь другой стороной кисточки, конечно же, нанесу вот этот самый главный оттенок, золотистый. Вот так получается кистью очень, так, знаете, лайтово, практически нюдово. Хочется все-таки немножко его добавить. Да, пальцем сразу другое дело. Красивое у него какое-то желто-лимонное свечение. Не банальный очень оттенок, то есть он вот так вот желтый, и в тени он какой-то золотисто-охристый. Ну и вот такое вот количество осыпаний у меня буквально чуть-чуть от вот этого зеленого оттенка, мне кажется, осыпаний. В принципе, на этом я думаю, что все. Я делала верхнюю часть второго глаза. Правда, случайно вот сюда, на внешнюю часть, начала наносить более темный оттенок. Поэтому, мне кажется, он у меня получился чуть-чуть потемнее. Я вот здесь хочу продублировать. И, конечно же, нижнее веко также заполняю более нюдовым таким горчичным оттенком. И вот этот самый темный сатин наношу еще на нижнюю, на нижнее веко, немножко на внешнюю часть вот здесь, чтобы затемнить слегка внешний уголок. Далее я хочу попробовать тушь от Essence, называется All Eyes on Me, Multi Effect Mascara. Очень у нее необычная щетка, похожа на штопор, немножко для вина. Такая, знаете, как закручивающаяся. Она идет не с силиконовыми, а с обычными ворсинками. Надеюсь, такая жесткая щетка мне не стравмирует глаз. Так, стараюсь опять-таки максимально прокрасить корни. Для этого делаю движение из стороны в сторону и также с подкрутом внутрь. Не сказала бы, что щетка прям мега удобная. Не знаю, как будто проваливается немного ресницы сквозь вот эти дырочки. Ну, такое. Мне кажется, эффект очень-очень средненький, простой. Ресницы не супер экстра черные. Пытаюсь вроде как-то ее понаслаивать, побольше нанести. Хорошо делятся на такие отдельные как бы длинные кластеры, но при этом у меня не получается, знаете, сильно прям как-то удлинить. Ну и вот такие получились ресницы на правом глазу. Теперь возьму кремик от Glossier. Он называется Priming Masturizer версия Rich. Я так понимаю, что этот крем можно использовать и как ночной, судя здесь по описанию на карточке, так и он отлично подходит как база под макияж. Ну и в принципе как ночной крем тоже. Немножко странное такое заявление, потому что для меня все-таки ночной крем и праймер это, по крайней мере в моей голове, это вообще разные продукты. Поэтому будет особенно интересно попробовать. Здесь достаточно большое саше, мне кажется, очень такой прям плотненький крем. Я не думаю, что мне его много потребуется. Ну не знаю, сколько его вообще нужно. Что-то он не очень напоминает по запаху. А, напоминает Viledo. Но там более, мне кажется, такая не то что химозная, а более ярко выраженная природно-аптечная душка. Но здесь тоже есть что-то подобное. В принципе, крем, кстати, очень приятная текстура, я думаю, он будет более такой прям жирный, а он, можно сказать, тает от прикосновений. Правда, интересно, как по нему будет наноситься тональный крем. У него такой, знаете, достаточно жирненький финиш, чем-то, правда, очень похожий на Viledo. Не знаю почему, даже по запаху как будто бы. Сейчас попробую. Да, есть что-то похожее, мне кажется, вообще. Ну и чтобы нормально как-то заценить базу, давайте нанесем мой классический тон. Это Misha старая версия в 13-м оттенке, по-моему, у меня, да. И буду наносить кисточкой от Sony G. Не знаю, как точно будет работать этот крем, не будет ли на нем скатываться тон. Очень надеюсь, что нет, потому что мне сейчас гипер лень идти мочить спонж. И что-то как-то я давно тон не наносила кисточкой. Ту стину распределяется, прям очень приятно по этому крему. Финиш остается очень жирненький. Мне очень нравится, как лежит тон. В принципе, BB крем от Misha прекрасно лежит на коже, но с кремом он прям распределяется, знаете, значительно легче. Но вот с кремом прям восторг. Тон вообще не полосит по этому крему, прям все очень-очень гладенько распределилось. Сейчас будет очень волнующий момент, потому что наконец-то буду пробовать вот этот контур кремовый от Lamelle. Я помню, как-то наносила его в сравнении с Influence, и он был дико-мега-ультра-пигментированный. Я сейчас вам покажу, насколько я нанесла просто вот, видите, супер-экстра-мини-нано-каплю. Сейчас покажу, насколько он вообще пигментированный. Это жесть. Ношу той же кисточкой, что и тон. Буду прям аккуратничать так. Вижу уже, что он у меня очень теплый. Ну, к сегодняшнему макияжу это, в принципе, допустимо, но... Какой-то он очень рыжий. Очень теплый скульптор. Сейчас, видимо, придется консилером его как-то успокаивать. Я же не знаю, пригодится ли мне здесь бронзер, потому что это скорее бронзер, мне кажется, чем скульптор. Хотя написано BB Contour Tint Cream Formula. Сэмми Мат Финиш. Очень и очень странно. Так, это однозначно бронзер для светлокожих. Надо было, может, его как бронзер нанести, что ли. Давайте я как-нибудь еще в следующих видео попробую его нанести большой кистью для бронзера поверх скульптора. Потому что как бронзер, мне кажется, текстура в принципе неплохая. То есть он такой очень гелевый, смотрится тоненьким на коже. Но это по цвету однозначно не скульптор. Только если у вас очень ярко выраженный теплый потон, я еще тогда могу понять. Пытаюсь его как-то растянуть. Слушайте, я даже взяла свой любимый контур на данный момент от Influence. Может быть, мы чуть-чуть с вами поверх нанесем. Да, мне как-то не хватает скульптурности слегка. Теперь он уже смотрится как очень теплый. Ну ладно, сегодня у меня будет ультра загорелая Катя. Надеюсь, вы не против. И потушевываю скульптор больше на скуловую косточку. Кремовые румяны, которые я уже очень долгое время не могу нормально попробовать. Потому что каждый раз, когда я их подношу к лицу, мне кажется, что оттенок все-таки для меня какой-то слишком термоядерный. Я как-то пыталась его дополнительно наносить к румяным от Glossier, очень холодным. Но при том, что мне очень нравится их оттенок номер 01, который более такой розоватый, светлый. Вот этот, он прям какой-то, не знаю, ну очень-очень яркий. Возьму вот такую вот кисть от N-Beauty. Это козочка, но очень плотно набитая. И по идее должна мне румяну нанести супер полупрозрачно. Хотя они очень пигментированные. Так. Ну нет, в принципе, кстати, к этому макияжу мне даже нравится, как смотрится. Такой немного цвет получается на мне как поджаристый какой-то. Ну симпатичный. Может быть мне просто чуть-чуть насыщенный слишком. Я поняла для себя в последнее время, что люблю, когда румяны более-таки полупрозрачные, ненасыщенные на мне. Но в целом текстура румяна от Ellyn мне очень нравится. И мне кажется, что вот этот оттенок лучше подойдет более, наверное, загорелым девушкам. Он прям так будет хорошо очень освежать. На мне он смотрится ярковато, конечно. Не знаю даже, напишите, что вы думаете. Он на мне превращается больше в кирпичик, видите. Хотя он сам по себе такой розоватый, но мне он все равно преображается постоянно в какой-то кирпич. На мне очень многие румяны преображаются в кирпичик, в рыжий, в такой очень теплый. И вот, пожалуй, единственный румяна, который этого не делает, это Ellyn 01. А этот даже вот я, видите, растушевала, и он все равно смотрится как оранжевый. Хотя изначально такого ощущения нет. Но здесь еще играет, конечно, скульптор свою не последнюю роль. Вот, но в целом, на самом деле, оттенок симпатичный. Я думаю, что большинству девушек он лучше подойдет, чем мне. Но если вы очень светленькая, то все-таки я больше рекомендую оттенок 0,1. Дальше у меня идет вот такой вот продукт Tower 28, кремовый хайлайтер полупрозрачный. Я сейчас хочу взять консилер сначала и нанести его, потом, наверное, припудриться или до пудры нанести вот этот хайлайтер. Потому что мне кажется, если недостаточно заматировать всю остальную часть лица, то в конечном итоге я буду выглядеть какой-то слишком, наверное, увлажненный, бальзамистый, сияющий, даже такой слегка как будто запотевший. Поэтому я думаю, что надо серединку лица как-то достаточно успокоить и уже потом попробовать этот продукт. Как обычно, в плане консилера у меня ничего не меняется. Обожаемый мой консилер от Dior. Мне кажется, все-таки я где-то уже, наверное, до 1,4 добила. Что-то у меня нет уже никакой надежды, что он вообще планирует заканчиваться. Хорошо консилер тушуется по тону, чувствуется, что крем дает прям хорошее увлажнение. Мне кажется, даже видно, что лоб такой светящийся, какой-то натуральный, очень классный эффект от крема. И консилером я хочу чуть-чуть подуспокоить, наверное, вот так румяна. В качестве пудры хочу взять своего уже, наверное, столетнего фаворита. Это Лора Мерсье. Она у меня постоянно лежит в работе, поэтому я ее даже периодически забываю, что она у меня есть. Когда на канале крашусь, она дает такой прям хороший матовый эффект. И я хочу попробовать, наверное, все-таки запудрить одну половинку лица и хайлайтер нанести как на влажное покрытие, так и на матовое. Мне интересно, в каком случае это сработает лучше. Кисть беру от N-Beauty номер S3. Такую вот свечку и прям плотненько прохожусь под глазиком, около носа. И запудриваю место хайлайтера. Главное сейчас случайно вторую половину лица не запудрить. Наверное, еще между бровей тоже все-таки сделаю, потому что здесь как-то у меня очень ярко сияет. Вообще, на каждый день мне не требуется настолько матовая пудра. Но, опять же, если у меня много каких-то влажноватых кремовых сияющих продуктов планируется использовать, то почему бы не пройтись более матовой пудрой? И чуть-чуть еще вот здесь. Это у нас заматированная половинка лица. и влажноватая. Ну что, попробуем этот хайлайтер. Он прозрачный, похож просто на какой-то желе-бальзам. Ничем не пахнет абсолютно. И наношу на скулы. Интересный продукт. Просто как будто наносишь вазелинчик. Ну, не знаю. Прикольно ли это? В принципе, да. Выглядит ультра-натурально. Насколько это будет стойко, мне даже страшно предположить, честно говоря. Но, по крайней мере, я вижу, что тон не приподнимается. Это уже неплохой такой показатель, потому что я думала, что сейчас просто все улетит мне на палец мгновенно. Не знаю, видите ли вы этот такой блик красивый. Теперь на сторону с пудрой. Вот это уже более интересная ситуация. Будет ли она приподнимать пудру? Похоже, знаете, на бальзам для губ. Как будто бы наносишь себе на скулы. Вроде бы не поднимает пудру. Но я не понимаю пока что. Мне кажется, на припудренной стороне выглядит даже лучше. Вам не кажется? Потому что здесь как-то слишком получается такая каша из всего. И хочется успокоить именно пудрой. Как-то слишком жирный получается, наверное, эффект на лице. А вот здесь, естественно, вспотнуло. Только непонятно, как еще поверх этого желе можно ли нанести, например, сухой хайлайтер. Как он это переживет? Так, я запудрила все, кроме зоны хайлайтера. А здесь, наоборот, он у меня сейчас поверх кожи. Правда, я очень близко стараюсь рассмотреть текстуру. И мне кажется, тон на месте. То есть, несмотря на то, что финиш очень жирный, я вижу, что под этим бальзамом все равно как-то виднеется и румяна, и тон. И нет ощущения, что все ультра сильно разъело. И макияж стал выглядеть как-то грязно. Осталось нам с вами доделать губы. На самом деле, у меня здесь от Катрис еще очень много всяких продуктов, не попробованных для губ. Тут и стики всякие матовые, помады и так далее. И я что-то смотрю на вот этот стик коричневый, шоколадный. И так давно я не делала такого плана губы. Мне почему-то дико захотелось. Потому что редко, когда такой оттенок подходит к макияжу. А тут, не знаю, мне кажется, может быть прикольно. Такой он необычный. Есть еще вот такой розовый, но я его немножко свочила. Мне кажется, сюда он вообще не подойдет. Слишком какой-то яркий. И есть еще вот такой вот коричневый матовый оттенок. И есть еще вот такой вот темно-коричневый карандаш. Можно попробовать, наверное, вот такое вот сочетание. Карандаш называется Go All Out. Такой вот он коричневый, нюдовый. Не знаю, конечно, насколько он с этой помадой будет норм. Он вроде даже светлее ее. Но если что, просто поверх закрасим. Форма приятная. Прям хорошо скользит по губам. И теперь давайте попробуем помаду. Называется 030 This Is Attitude. Это формула Matte Pro Ink. Это жидкая матовая помада. Наверное, буду наносить кисточкой. Вы знаете, что я не очень сильно люблю матовые помады. Но все равно хочется иногда какую-нибудь новую текстурку попробовать. Поэтому буду наносить, наверное, тонким слоем. Я думала, она будет коричневее. Или, может быть, просто слой получился слишком тонкий. Вот так вот, если тонко нанести. Давайте теперь возьму плоскую кисть. И попробую нанести уже поплотнее. Так, ну что, я закончила свой макияж. И, кстати, добавила за кадром вот такой вот спрей от L'Oreal. Сделала себе веснушки. Мне кажется, получилось очень прикольно. Хотя я дико переживала. Я его вот здесь немножко так приплюснула. И вроде как получилось сделать для первого раза достаточно прикольно. Что касается продуктов. Обычно мы с вами идем от продуктов, которые мне больше всего понравились, к каким-то аутсайдерам. Но сейчас я столкнулась с тем, что пыталась как-то продукты разложить от самого классного. И, не знаю, мне показалось, что сегодня все продукты в целом были неплохие. Но не было какого-то такого одного продукта, который бы просто взорвал мое сознание. Сначала мы с вами использовали вот такие вот воски, гель для бровей. Называйте как хотите. От Анастасии Беверли-Хиллз и от Вивен Сабо. Точнее, наоборот, вот так. Здесь у меня Вивен Сабо. И на этой брови у меня как раз-таки Анастасия Беверли-Хиллз. Пока что я не вижу особо никакой разницы. Оба геля держат примерно одинаково. Так, где мое зеркало. В целом гели держат достаточно хорошо. Я пока что не вижу каких-то мелких отклеивающихся волосков. Ну, по крайней мере, вот здесь вот я прям хорошенько все так прочесала и приклеила пудровым карандашом от Лоры. На этой стороне в целом тоже. Вот буквально есть одна волосинка, которая у меня, знаете, растет не по основному росту, а немножко как будто вниз. Вот она у меня слегка выбилась, но в общем и целом брови такие липковатые, все еще хорошо зафиксированы. И, ну, я не сильно как-то включала свою мимику, поэтому, может быть, из-за этого они особо не отклеились. Но пока что, мне кажется, по стойкости более-менее результат ок. Опять же здесь хочется отметить, что мне кажется, что вот эти вот жирненькие воски-геля для бровей лучше всего работают, когда вы поверх наносите пудровый карандаш, потому что все-таки эта текстура достаточно жирная, такая гелеобразная, немножко похожа на джем. И если вы ее такой на поверхности оставите, то меньше вероятность, что она будет стойко держаться, а пудровый карандаш, он как раз состоит из такого немножко суховатого, как будто финиша, и вы просто этот крем, грубо говоря, припудриваете, как вы бы это делали с текстурой на лице, допустим, премовый румяный или же консилер. То есть эта комбинация работает лучше, поэтому если вы планируете какой-то такой продукт купить, то попробуйте поискать пудровые карандаши для бровей, потому что мне кажется, что все-таки они вместе работают чуть интереснее, чуть прикольнее, и получается такой прям залезон, супер просто брови брежневые. В целом у меня макияж такой сегодня получился немножко гранжевый, что ли, мне кажется, такой темный такие смоки, темная помада и такие прям ярко выраженные активные брови. Дальше у меня была палетка мини-голд от Наташи Диноны. В целом отличное качество Наташи Диноны, ничего такого особенного, сверхъестественного нового, что касается именно по формуле. Очень классный вот это сияшка металлик, офигенный дуохром, очень классные матовые. Единственный оттенок, который, наверное, мне чуть меньше понравился, это вот этот вот такой темный, насыщенный, какой-то коричнево-зеленый. Он неплохо наносится, в принципе, пальцем, какой-то плоской кистью, но когда им начинаешь затемнять макияж, то есть не хватает явно какого-то темного оттенка, начинаешь им затемнять макияж, он может немножко пятнисто ложиться, осыпаться. В принципе, для сатина, такого шиммера, это ок, но получается, что здесь не хватает какого-то затемняющего оттенка. Опять же, это тоже не для всех проблема, и в целом, как бы, палетка работает гуд, и мне нравится здесь определенное сочетание, баланс оттенков, очень интересная пропорция. Круто сочетается вот этот охристый оттенок с оливковым таким зеленоватым. Прикольная, правда, по гамме палетка, и если вам такие оттенки нравятся, если вы любите какие-то болотные оливковые макияжи, то мне кажется, она вам зайдет, тем более, что работать, в принципе, с ней было достаточно просто, опять же, за исключением вот этого вот одного оттенка. Ну и если его, да, убрать как бы из этой гаммы, то получается, что у вас гамма такая, ну, достаточно, ну, как сказать, не то, что ежедневная, но, по крайней мере, она цветная, но не вырвиглазная. И даже, наверное, в какой-то офисный дресс-код, в принципе, можно ее приручить, особенно если у вас какой-то такой более, наверное, темный, да, типаж, то есть вы не настолько светлокожие, как я, потому что на мне это, конечно, выглядит прям так, ну, увесисто и достаточно заметно. Средний оттенок это вообще какой-то, не знаю, супер кайфовый цвет, у меня ничего подобного нет в коллекции. Мне очень нравится его перелив, он дуохромит, мне кажется, из какого-то чуть-чуть зелено-болотного в такое необычное золото. Очень прикольное сочетание. И база у него такая бежевата, тоже охристая. Прикольный очень оттенок. Мне кажется, его даже, может быть, и соло как-то прикольно наносить, или поверх, например, вот этого вот охристого оттенка. Давайте, может быть, на руке как-нибудь попробуем это сделать. Интересно просто, как это будет выглядеть. Так, и поверх нанесу зелененький. Ну, вот что-то такое может получиться, и мне кажется, в этом контексте даже, ну, даже на какую-то встречу или в офис это будет смотреться прикольно. Это будет прикольно подчеркивать кари, мне кажется, глаза, потому что такие оттенки зеленого, они круто вытягивают желтизну, красненькую из кари глаз. Поэтому, в целом, мне кажется, палетка, ну, такая очень-очень интересная. Вот, кстати, следующий продукт, неожиданно, мне очень понравился. Это крем-праймер в текстуре Rich от бренда Glossier. Реально очень прикольно поверх лег BB-крем. Опять же, этот BB-крем от Misha, он, в принципе, такой неприхотливый. Он ложится потрясающе практически на любую текстуру кожи, на жирную кожу, на сухую кожу. Он такой прям очень ухаживающий, и он бальзамистой текстуры, поэтому, как правило, ничего не подчеркивает. Но бывают такие случаи, когда, например, кожа очень-очень сухая, и, допустим, вы хотите нанести его кистью, чтобы у вас получился более плотный финиш. Может быть, какие-то, не знаю, шелушки подчеркнутся, но и то супер маловероятно, что это произойдет. Но все равно, допустим, у вас там очень сильно обезвоженная кожа, и мне показалось, что вот этот крем, он как-то очень круто ее напитал, увлажнил, и по нему классно очень скользил тональный крем. Поэтому для меня все-таки в первую очередь пока что этот крем больше как база, что ли, под макияж. Не знаю, насколько он классно будет работать на ночь. Потому что мне кажется, что когда по крему очень классно скользит тон, классно скользит кисть, скорее всего, там есть какие-то силиконы, которые очень так, знаете, создают мягкую текстуру на коже, и получается, что непонятно, зачем, как бы, такое количество силиконов на ночь. Я, конечно, не спорю здесь, я вообще абсолютно не какой-то знаток этих вопросов. Наверняка во множестве ночных кремов есть какие-то силиконы, которые, опять же, сглаживают текстуру кожи, но мне кажется, все-таки в базе это более какой-то необходимый компонент, нежели в креме именно для ухода. Поэтому в качестве базы очень-очень неплохой крем, классно распределяется по коже, он изначально такой более густенький, и потом, когда вы теплом прям касаетесь пальцев, чувствуется, как он начинает прям таять, как будто какое-то масло или даже на мед похоже, не знаю, почему-то у меня такая ассоциация интересная, или даже на гидрофильное масло, то есть он какой-то изначально такой более маслянистый, потом начинает превращаться в эмульсию, что ли. И за счет этого очень хорошо впитывается, но небольшой такой силиконистый финиш у него все-таки присутствует. Далее кремовые продукты для лица. Во-первых, кремовый скульптор от бренда Lamelle. Классная текстура, очень высокая пигментация, тушуется, в принципе, на удивление достаточно просто, то есть я думала, что он прям будет мега-мега какой-то адски пигментированный, но его надо брать точно прям микрокаплю, потому что я взяла, мне кажется, ну, наверное, один квадратный миллиметр, если меня глазомер не обманывает, и мне, в принципе, хватило это на все лицо. Но мне кажется, что оттенок все-таки больше подходит для бронзирования лица, по крайней мере, на моем оттенке кожи. Не знаю, тут вы сами судите, я думаю, что именно в процессе макияжа было видно, как оттенок выглядит на моей коже. Я бы сказала, что все-таки для большинства, наверное, моих славянских зрителей это будет тепловатый скульптор, именно в качестве скульптора, но в качестве бронзера, мне кажется, он даже более интересно будет смотреться, потому что у него жидкая гелевая текстура, хоть он и очень высоко пигментирован, но если прям быстренько его вработать в такую вот кисть какую-то обширную, может быть, из токлона, при том он не фиксируется быстро, то есть он именно такой прям гелевый, это не какой-то тугой крем, который тут же начинает фиксироваться, и вам его из этого пятна никак не вытушевать, 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 есть же такое слово. Наверное, он подойдет кому-то с очень-очень теплым потоном, может быть, с горелым, если у вас такой продукт есть, обязательно напишите, как он вам, польза здесь нравится или нет, и какой у вас обычно такой оттенок кожи, может быть, вы любите загорать, просто будет интересно почитать, потому что мне кажется, что все-таки для большинства, наверное, это будет тепловатая история. Румяна, румяна от Элиан, мой суперфаворит, хоть именно этот оттенок мне нравится поменьше, чем 0,1, но тоже, мне кажется, очень удачный, такой более яркий коралловый оттенок. На лице он лично у меня раскрывается чуть-таки более красноватый кирпичный, но это, в принципе, почему-то вот такая нормальная история, по крайней мере, что касается меня, на мне многие румяна превращаются в такой рыжий кирпичик, поэтому я в последнее время часто люблю какие-то более розоватые, прохладные румяна порой, чем вот такие вот стремящиеся в теплинку. Поэтому в целом мне очень нравится текстура Элиан, она тоже такая гелевая, легкая, тоже достаточно пигментированная, но с ней легко работать, и, в принципе, можно и растушевать как спонжем, так и кисточкой, пальцем. Фиксируется она не очень быстро, но фиксируется прям хорошо, и стойкость у них действительно хорошая, то есть я прохожу с ними весь день, и в отличие от сухих румян, которые могут там сдуться, как-то ты можешь их задеть, да, или просто как-то они с лица быстрее улетучиваются, то с вот такой вот кремовой версии как-то намного лучше они держатся, потому что они больше похожи по текстуре, как я это говорила уже в прошлый раз, на такую матовую помадку-тинт, просто с очень-очень облегченной формулой. Следующий, ну очень неоднозначный продукт, я реально не знаю, что про него сказать, хорошее или плохое. Хорошее, он действительно как-то достаточно интересно сидит на коже, то есть он создает вот реально изнутри такое вот сияние, немножечко жирно-потное, но при этом выглядит не слишком как-то грязно в целом на лице, и не портит макияж. Напомню, что на этой стороне я наносила, сначала припудривала лицо, и потом уже поверх наносила вот этот вот бальзам-хайлайтер. Мне, в принципе, нравится, как он смотрится на этой половине, я бы сказала даже, что он не сильно как-то смешался, даже не то, что смешался, провалился, да, вглубь и не растворил все предыдущие продукты. Мне кажется, что здесь и румяна хорошо проглядывает, и бронзер, ну как-то в целом форма продукта, она держится, да. Но вот на этой стороне, не знаю, кажется мне или нет, может быть, вы как-то со стороны, вам лучше будет заметно, но мне кажется, как будто он подсожрал румяна. Я вот даже так прямо смотрю, мне кажется, вот здесь у меня как будто не хватает чуть-чуть румяна. Не знаю, кажется мне или нет, но ощущение как будто то ли румяна, знаете, опустились, то ли подсъелись как-то вот этим бальзамом-хайлайтерным. В целом по финишу я вот сейчас не вижу особо большой разницы между вот этой и вот этой стороной, но почему-то мне кажется, что на пудре чуть более как-то стабильно эта вся история держится. Опять же, я посмотрю с течением времени, но сейчас мне вот эта половинка все-таки больше нравится, и для меня это опять же удивление в том плане, что я думала, что такой сильно бальзамистый продукт будет лучше лежать на неприпудренной коже, а все оказалось абсолютно наоборот. Все-таки он хорошо лежит на пудре, это несомненно его преимущество, потому что мне кажется, вот эта сторона, она даже чище выглядит, как я уже сказала, что Т-зона, да, у нас зафиксирована и сияет там, где надо, и не создается вот этого ощущения потного лица. Поэтому в целом продукт работает классно, то есть я думаю, что со всеми заявленными свойствами он справляется. Интересно, приклеится ли у меня к нему волосы, но я думаю, что по-любому да. Так давайте сделаем вот так. Хм, слушайте, они приклеиваются что ли? Интересный эффект. Если вот так. А нет, чуть-чуть приклеиваются все-таки. Также я забыла еще немножечко про тушь, но, наверное, по той причине, что она меня вообще ни разу не удивила. Совершенно обычная стандартная тушь, щёточка лично для меня не самого удобного плана, как будто бы между вот этими вот штопорными зубчиками ресницы как будто пролетали, и ты как-то не можешь их что ли подхватить. В целом эффект такой очень среднестатистический, ресницы не суперчерные, как будто, знаете, у меня немножко уже она подсохла, то есть такой эффект подсохшей туши, я бы сказала, она не очень сильно наслаивается, то есть такой эффект, мне кажется, дает моя тушь от Sensai, но она при этом как бы термостойкая, то есть она просто мегастойкая, да, и если там только вы горячей водой не умоетесь, в принципе, ее смыть очень-очень проблематично. Я не знаю, как насчет стойкости этой туши, но эффект у нее очень-очень среднестатистический, даже ниже, я бы сказала, и с учетом того, что это как бы обычная тушь, мне кажется, они должны давать, ну, как-то, какой-то более драматический эффект, что ли, чем термотуша, поэтому пока что скорее она мне не понравилась. И последние два продукта для губ от бренда Catrice, это карандашик и вот такая вот матовая помада. Карандаш гелевый, в принципе, неплохой, достаточно комфортный, цвет тоже мне понравился, такой интересный красноватый кирпичик, и к такому гранжевому макияжу, мне кажется, подходит прикольно. В общем, ничего плохого про карандаш сказать не могу, как, в общем-то, и про помаду. Вы знаете, что я не очень люблю матовые формулы, но вот эта помада в целом, она достаточно комфортная, мне она даже больше понравилась, чем их вельветовая версия. У меня такая розовенькая помада была, по-моему, она называется Velvet Matte, кажется. Вот она мне показалась гораздо более стягивающей и сухой. У этой помады, у нее какой-то более пудрово-сатиновый, такой приятный финиш, кожеподобный, и я не чувствую, что моим губам как-то сверх некомфортно. Ну да, конечно, я чувствую, что у меня на губах есть матовая помада, однозначно, я не из тех людей, кто по этому поводу будет врать, потому что я очень редко ношу матовую помаду, ну прям сверх редко, особенно каким-то плотным слоем, я их использую, как правило, в виде подложки, да, под какой-то бальзам, чтобы макияж губ был более стойким, если мне нужно там, ну хотя бы на три часа стойкость, чтобы не проверять, как это все выглядит. Вот поэтому в целом, мне кажется, продукт очень комфортный, на удивление для меня, опять же, потому что я не фанат матовых помад, и оттенок мне, кстати, понравился тоже, у меня как раз давненько не было обновок в коллекции таких вот гранжево-коричневых шоколадных оттенков. Ну что, вот такое вот видео у меня сегодня получилось, хотелось бы еще раз сказать огромное спасибо Ксюше за то, что предоставила мне сегодня прекрасную возможность попробовать и Наташу Динону, и Vivienne Sabo, и еще и вот этот бальзам от Taua Toine Aid, мне было безумно интересно попробовать все эти продукты, конечно же, если вы что-либо из сегодняшнего видео пробовали, то обязательно делите своим опытом и мнением ниже в комментариях, также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, у нас там сейчас максимально интересно, полезно, постоянно происходят какие-то обсуждения, дискуссии касательно косметики, ну и также огромное вам спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, не забудьте оценить его лайком, также подписаться на мой ютуб-канал, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok